Приветствую всех, с вами мистер Лекс. Это уже моя сотая попытка записать это видео, потому что я всё время запинаюсь, всё время не могу толком свои мысли нормально извлечь. Короче, по названию вы думали-поняли, что это Let's Play Mario Kart XXL. Что же это такое? Если вы смотрели какие-нибудь, ну знаете, революции игры, где показывают все игры, то вы не замечали эту игру. И она как бы нигде не числится. Что же это такое? Это может какая-то фанатская хрень? Но нет, это вполне себе официально. Это такая игрушка, хотя это вообще не игра, это демка, созданная Denarius Entertainment Software в 2004 году. Она, получается, вышла и после Super Circuit, который в 2001 был, соль на игры для ГБА, и после Double Dash, который в 2003 был наш. То есть это, получается, такая часть между Double Dash и между Wii. Это довольно необычно видеть эту игру. Долго искали фанаты, и её вот только недавно нашли, наконец-то, слили в сеть. Поэтому будем смотреть, как тут нам демонстрировали возможности 3D. Ну, потому что именно для этого демка и была создана. Вообще, не понимаю, какой в ней смысл, если в этом же году вышел вообще-то Nintendo DS. Но, видимо, им так прям необходимо было это показать. Вот она, Denarius Entertainment Software. Как вы видите. Видимо, внутренняя студия Nintendo. Вот и вот бокс-арт, который мы сейчас видим, это бокс-арт именно из Double Dash. И что интересно, если в Double Dash на картах было два персонажа, ну, потому что в этом смысл, ты говоришь, что там два персонажа, то вот здесь убраны вторые персонажи, у Марио, у Пичи, у Донки Конга. Это сделано прям как-то даже подозрительно грамотно. Ну, то есть, в общем, это очень интересно, что они прям реально взяли вот этот рендер и убрали из них персонажа ради только этой демки. Собственно, у нас здесь два режима, демо и плей. Демо это просто просмотр ролика, это ничего интересного. Сранее записанный демплей. А вот плей, это как раз-таки наша игра. Поэтому давайте не будем ждать, начнем. Собственно, вот так вот и выглядит эта игра. Очень странно, необычно. Необычно именно в плане 3D, потому что, посмотрите, какое оно прям качественное. Две ГБА это очень круто. Даже сказал, что это, наверное, одна из самых красивых игр для ГБА, которые я видел. Здесь нечего делать, на самом деле. Ну, поэтому я и записал этот геймплей. Летс плей. Чтобы просто потестить, как я вообще плейс плей-то смогу записывать. Ну, как видите, очень херово, раз я постоянно запинаюсь. Так, как видно, монетки вообще не подбираются. Нахера они тогда сделаны, спрашивается. Марио очень странно здесь выглядит. Только посмотрите на него. Как тут вообще приблизить камеру, интересно. О, можно отдалить ее, во-первых. Видите, как она эпично так летит. Это нефографично. Такой милипиздрический Марио теперь. Теперь приближаю. Да, причем груди вообще не записываются. Вот, посмотрите, как Марио выглядит. Это самая криповая модель, которую я вообще видел у Марио. То есть, ну, что еще можно сказать? Тут, во-первых, на заднем плане вот эти островки очень прикольные. Во-вторых, вот этот эффект тоже очень прикольный. Я буду постоянно повторять прикольный. Что просвечивается прям. Это вот треть ГБА, вот настолько трехмерные эффекты. Это очень здорово. Вот хотелось бы, чтобы реально Марио Кард на ГБА именно таким был. То есть, даже в меню нельзя выйти. А, можно. Ну, можно демон посмотреть. Но это просто запись геймплея, опять же. Как я и говорил. Всего одна трасса, которую даже нельзя пройти. Мне это показалось очень интересно, потому что это буквально вот на днях произошло. Поэтому... Да уж не получается мне нормально говорить. Короче, я скину ссылку в описании на этот ром, если захотите попробовать. На самом деле, ничего интересного, как вы видите. Просто такой артефакт времени своего. Ну что же, а на этом все. Тут больше реально нечего сказать. Всем пока.